Всем привет! Меня зовут Димфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал The Handmade. Это пятая заключительная часть видео мастер-класса Кукла Букетик. Хочу спросить как минимум двух волшебниц крючка. Одна в телеграм-чате сообщила об этом, а другая в инстаграм-директе. Зачем вы довязали все юбки до конца, не дожидаясь этой части МК? Вы провязали до конца все ряды без изменения, ваши юбки-обертки букета будут более прямыми, а не слегка раскрытыми. Если я в предыдущей части сказала, вяжем по 7 рядов без изменения и продолжим в следующей части, это значит, что дальше ряды будут с изменениями. Если, конечно, вам так больше нравится, то пожалуйста, но просто не надо думать, что ряды без изменения подряд я делю на части. Нет, я всегда сразу говорю, полное количество рядов без изменения, которые надо провязать до ряда с изменениями. Продолжаем вязать верхнюю юбку, следующий ряд, 9, вяжем также столбиками с одним накидом. Делаем накид и в этом ряду вяжем такую комбинацию, 9 столбиков с одним накидом, 1, 2 и 9 столбик без накида. Далее вяжем одну прибавку, провязываем в одну петлю 2 столбика без накида. Повторим так до конца ряда и итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 55. В конце ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, следующие 4 ряда вяжем без изменения, в каждом ряду по 55 столбика с одним накидом, с 10 ряда по 13 включительно. В конце каждого ряда вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. Провязали, следующий ряд, 14, этот ряд вяжем столбиками без накида, вяжем 55 столбиков без накида. Провязали, в конце 14 ряда вяжем не одну воздушную петлю, а 3. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание, далее сделаем обвязку по всему краю верхней юбки. Сделаем это узором пико, маленьким пико. Что значит маленькое пико, я сейчас вам покажу. Итак, в конце 14 ряда провязали 3 воздушные петли, развернули вязание. Рабочую нить делаем так, чтобы она ушла за вязание, а не над вязанием. Теперь вводим крючок в первую воздушную петлю, протягиваем рабочую нить и вяжем в соединительную петлю. Провязали, далее вяжем первую петлю, первый столбик без накида. В следующую петлю вяжем второй столбик без накида и в следующую петлю вяжем третий столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь я вам сейчас покажу, как вяжется большое или же, скажем так, стандартное пико. Крючок. После того, как мы провязали 3 воздушные петли, крючок заводим в третий столбик без накида, который мы провязали. Завели вовнутрь и еще крючок мы заводим вовнутрь ножки этого столбика. Подхватили стеночку петли, подхватили ножку, одну сторону ножки петли и протягивая рабочую нить вяжем соединительную петлю. Провязали. Далее вяжем 3 столбика без накида. Промежуток между вот этими шишечками, между пико, будет 3 столбика без накида. Провязали. Вот это вот у нас получилось стандартное пико. Далее я вам покажу, как связать маленькое пико. Вот мы его здесь на кончике связали, потому что здесь не связать стандартное пико, потому что не предшествует ему здесь петелька. Итак, вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь крючок мы заводим не в петлю, не в третий столбик без накида, подхватывая его стеночку и ножку, стенку ножки, а в первую воздушную петлю. Завели, протягиваем рабочую нить и вяжем соединительную петлю. Провязали. Далее вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И вот посмотрите, какая здесь разница. Стандартное пико, оно более закругленное, более такой кругленьким выглядит. А маленькое пико, оно немножечко, слегка такое вот волнообразное, угловатое немножечко. На ваше усмотрение, выбирайте любой из этих вариантов, какой вам больше нравится. И делаем обвязку. У нас всего 55 петель. Обвязка чередуется пико 3 столбика без накида, пико 3 столбика без накида. 1 петля у нас останется лишняя. Поэтому где-то вот здесь вот посерединочке провязать следует промежуток между пико. Не 3 столбика без накида, а 4 столбика без накида. Сделать это всего лишь 1 раз, чтобы лишняя петелька у нас не осталась где-нибудь с краю. Итак, делаем обвязку по всему краю верхней юбки. И еще один такой момент. На уголочках должны быть обязательно шишечки из этого края тоже. То есть эти пико. И вот в этом месте, ровно посерединочке, тоже нужно постараться вывязать шишечку пико. Вот таким вот образом. У меня тут получилась тоже одна лишняя петля. Поэтому я вот в этих промежутках между пико, вот на этом уголочке, провязала так. У меня здесь получилось промежутки 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь получилось 1, 2, 3, 4. Но визуально это сильно в глаза не бросается. Так, я полностью закончила обвязку узором пико. В этих местах у меня точно так же получилось здесь промежутки 5 столбиков без накида я провязала. А здесь 4. Закончила вязание тремя столбиками без накида. Рабочую нить протянула. Отрезала ее, оставляя небольшой хвостик. И хвостик протянула между столбиками по внутренней стороне. Вот этот вот хвостик я потом еще зафиксирую горячим клеем. А теперь давайте перейдем к продолжению вязания нижней юбки платья, которая также является оберткой букета. Восьмой ряд мы закончили соединительной петлей. Далее провязали 1 воздушную петлю. И следующий ряд у нас 9. Вяжем так же столбиками с одним накидом. Делаем накид и в этом ряду провяжем такую комбинацию. 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, и 11 столбик с одним накидом. Далее вяжем 2 прибавки подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика с одним накидом. И повторим так 2 раза. И такую комбинацию 11 столбиков с одним накидом плюс 2 прибавки мы повторим до конца ряда. Итоговое количество петель должно получиться 60. В конце этого ряда вяжем соединительную петлю и одну петлю подъема. Провязали. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 60 столбиков с одним накидом. В конце каждого ряда вяжем соединительную петлю и одну воздушную петлю. Петлю подъема. Вяжем так с 10 ряда по 13 включительно. Провязали. Следующий ряд, последний, 14, его мы вяжем столбиками без накида. Итак, вяжем 60 столбиков без накида. Заканчиваем 14 ряд нижней юбки соединительной петлей. Далее рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик по внутренней стороне прячем между столбиками. И далее переходим к вязанию нижней части обертки букета. Следующий ряд, 9. Этот ряд мы будем вязать столбиками без накида и будем вязать за передние стеночки петель. Вот за вот эти. А задние стеночки петель, пока мы не будем трогать, мы их потом будем вязать желтым цветом пряжи. Итак, вяжем столбики без накида. За передние стеночки петель вяжем 44 столбика без накида. Провязали. В конце ряда провязали соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Этот хвостик протягиваем на внутренней стороне между столбиками. Вот эти вот все хвостики тоже окончательно нужно будет спрятать. Либо же так же, как и я, фиксируйте горячим клеем, либо же полностью отрезайте, чтобы вот это вот не торчало. Итак, далее берем плюшевую пряжу в цвет верхней юбки, крючок меньшего размера и находим заднюю стеночку первой петли. Вот она у меня тут хорошо видна, потому что я ее заранее нашла. Фиксируем за нее рабочую нить. Берем крючок основного размера. Делаем накид и за эту же стеночку вяжем первый столбик с одним накидом. И всего провяжем 44 столбика с одним накидом за задние стеночки петель. Вот так вот ее в полотно вязание вот так вот лучше согнуть, так будет удобнее находить эти стеночки петель. Провязали, в конце ряда вяжем соединительную петлю и одну воздушную петлю, петлю подъема. Следующий ряд, десятый, этот ряд вяжем столбиками без накида. В конце ряда вяжем 44 столбика без накида. Вяжем как обычно за обе стеночки петель. Провязали, в конце ряда вяжем соединительную петлю и вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее сделаем обвязку по краю, как мы уже делали по верхней юбке, узором пико. Итак, заводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительную петлю. В ряду у нас 44 петли. Чередование между пико у нас будет также по 3 столбика без накида и 2 петли у нас остаются лишними. Поэтому мы провяжем так. В начале ряда мы провяжем промежуток из 4 столбиков без накида. Далее будет пико. И далее уже вяжем, как обычно, по 3 столбика без накида в промежутке. И закончим ряд 4 столбика без накида. Так вяжем. 4 столбика без накида. Сначала 3, 4, далее 3 воздушные петли. Вяжем пико. И далее вяжем по 3 столбика без накида между пико. 1, 2, 3. Подвязали. Далее сделаем обвязку по краю рукавчика. Также сделаем узором пико. Но чередовать будем через каждые 2 столбика без накида. Итак, здесь у нас мы пропускали 10 петель. В первую петлю заведем крючок и зафиксируем рабочую нить желтого цвета в цвет верхней юбки. Зафиксируем рабочую нить соединительной петлей. Далее берем крючок основного размера. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В первую петлю вяжем соединительную петлю. В следующую петлю вяжем первый столбик без накида. В следующую петлю вяжем второй столбик без накида. Далее вяжем 3 воздушные петли. И вяжем пико. Итак, я вяжу 5 пико. Всего на рукавчике у нас будет 5 пико. И в последнюю петлю вяжем соединительную петлю. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее. Оставляем небольшой хвостик. Этот хвостик прячем внутри платья. Второй рукавчик обвязываем точно так же. Только начало обвязки у нас будет со стороны спинки. Далее сделаем 3 петли для пуговиц. Для трех пуговиц. Из вот такой вот тоненькой ленты. И так, берем, помогаем себе крючком меньшего размера. Отступаем от края 2 столбика. Заводим крючок. Мне удобнее начинать это снизу, потому что лента длинная. Чтобы не отрезать тут лишнее. Я делаю этот ход снизу. В принципе, можно и сверху. Итак, далее пропускаем 1 ряд. Заводим крючок и вытягиваем ленту на внутреннюю сторону. Далее пропускаем 2 ряда. И ленту вытягиваем на наружную сторону. Пропускаем 1 ряд. Ленту вытягиваем на внутреннюю сторону. Далее пропускаем 2 ряда. Заводим крючок и вытягиваем ленту на наружную сторону. Захватываем 1 ряд и ленту протягиваем на внутреннюю сторону. Теперь все здесь хорошенечко подтягиваем. Здесь мы оставляем небольшой кусочек, который потом зафиксируем горячим клеем. Здесь зафиксируем. Здесь добавим клей. Здесь добавим клей. Здесь лишнее отрезаем. И тоже фиксируем горячим клеем. Вот так. Здесь подтягиваем все. Смотрим, чтобы лента не скрутилась. И лучше вымерять длину петлей. Тогда, когда пуговицы будут пришиты, фиксируем вот этот вот один край горячим клеем. И потом уже с пуговичками вместе определяем длину петель. Я это сделаю за кадром. А сейчас, чтобы не терять наше драгоценное время, перейдем к вязанию шляпы. Берем плюшевую пряжу в цвет шляпы. У меня это желтого цвета, так же как и верхняя юбка. Берем основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2. И 8 столбик без накида. Следующий ряд по счету 2. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 16. Провязали, новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд, третий. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 1 столбик без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, четвертый. В этом ряду вяжем так. 2 столбика без накида плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. Итоговое количество петель у нас должно получиться 32. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, пятый. В этом ряду вяжем такую комбинацию. 3 столбика без накида. 3. Далее вяжем 1 прибавку. Так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 40. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 40 столбиков без накида. 6 ряда по 9 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, десятый. И будем вязать его за передние стеночки петель. Вязать будем столбиками с одним накидом. Делаем накид и вяжем за переднюю стеночку первый столбик с одним накидом. Далее вяжем 1 прибавку. Провязываем за переднюю стеночку 2 столбика с одним накидом. И повторим такую комбинацию до конца ряда. Вяжем за передние стеночки 1 столбик с одним накидом, 1 прибавку. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 60. Провязали. Следующий ряд, одиннадцатый. В первую петлю вяжем соединительную петлю. Вяжем 1 воздушную петлю. Делаем накид. В ту же петлю вяжем первый столбик с одним накидом. Одиннадцатый ряд это последний ряд. Его мы вяжем без изменения. 60 столбиков с одним накидом. И заканчиваем вязание соединительной петлей. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Итак, шляпа готова. С хвостика снимаем плюш. И эти хвостики мы потом спрячем под цветами, которые будут вот тут вот сверху расположены на шляпе. И перейдем к вязанию цветов и листьев. Начнем вязание с листьев, чтобы потом на готовые листья нанести лак с блестками. И пока будем вязать цветы, листья подсохнут. Итак, берем плюшевую пряжу в цвет листьев. Основной крючок. Начальный хвостик оставляем чуть-чуть подлиннее, чтобы было удобнее фиксировать лист на шляпе. И набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 8. Далее в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем столбик без накида. Далее делаем накид. В следующую петлю вяжем полустолбик с одним накидом. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Провязали. Далее делаем накид. Вяжем первый столбик с одним накидом. Делаем накид. В следующую петлю вяжем второй столбик с одним накидом. Опять делаем накид. В следующую петлю вяжем третий столбик с одним накидом. делаем накид следующую петлю вяжем полустолбик с одним накидом и в последнюю петелечку вяжем столбик с одним накидом провязали рабочую нить протягиваем и отрезаем оставляя хвостик чуть подлиннее вяжем 9 таких листьев с кончиков хвостика снимаем плюш и украшаем лаком с блёсточками далее свяжем цветы трех цветов у меня это оранжевый бордовый и красно-оранжевый каждого цветочка каждого цвета нужно будет связать по 3 итак берем плюшевую пряжу цвет цветочка основной крючок начальный хвостик оставляем чуть-чуть подлиннее и вяжем 2 воздушные петли первую петелечку можно связать послабее вторую как обычно далее во вторую петлю от крючка про вяжем 10 столбиков без накида 12 и прежде чем вязать 10 столбик без накида в первую петелечку заведем крючок меньшего размера как бы определим ее для себя чтобы ее не потерять под 10 столбиком без накида если допустим очень плотно связали и так вяжем 10 столбик без накида и в первую петелечку нужно будет провязать соединительную петлю провязали далее вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 делаем накид и в ту же петлю в которой мы провязали соединительную петлю заводим крючок подхватываем рабочую нить и протягиваем вытягиваем ее делаем такой же длины как вот эти вот три воздушные петли далее делаем опять накид в ту же петлю заводим крючок протягиваем рабочую не всего нам нужно так протянуть пять раз делаем 5 протяжек с накидом и так это я уже делать третью протяжку с накидом накид 4 протяжка с накидом накид и 5 протяжка с накидом далее подхватываем рабочую нить и вяжем соединительную петлю провязали далее вяжем 3 воздушные петли 1 2 3 крючок заводим в ту же самую петлю первую и вяжем соединительную петлю далее вторую петлю мы ее пропускаем так как она практически не видно из-за лепестка и в третью петлю заводим крючок вяжем соединительную петлю далее повторяем 3 воздушные петли 2 3 накид и теперь в ту же третью петлю заводим крючок протягиваем рабочую нить вытягиваем ее накид делаем протяжку рабочей нитью накид 3 протяжка накид 4 накид 5 протяжка рабочую нить подхватываем вяжем соединительную петлю 3 воздушные петли 1 2 3 и в ту же третью петлю заводим крючок вяжем соединительную петлю и здесь мы опять четвертую петлю мы ее пропускаем вяжем соединительную петлю в пятую петлю провязали и теперь у нас по кругу вязание повторяется вяжем 3 воздушные петли делаем накид протяжка так мы сделаем 5 раз потом вяжем соединительную петлю 3 воздушные петли заводим крючок в пятую петлю в ту же самую делаем соединительную петлю далее шестую петлю пропускаем и в седьмую петлю вяжем такой же лепесточек далее восьмую петлю пропускаем в девятую вяжем соединительную петлю и весь полностью лепесточек и заканчиваем наше вязание соединительной петлей в десятую петельку это будет соединительная петля рабочую нить протягиваем и отрезаем ее оставляя хвостик подлиннее цветочек связан далее вот эти вот хвостики протянем так чтобы потом было хорошо удобно фиксировать его на шляпе потому что если оставить так и завязать зафиксировать на шляпе то он будет вот так вот болтаться итак берем крючок меньшего размера вот этот начальный хвостик протянем между столбиками лежащими а этот хвостик мы протянем так чтобы он оказался на этой стороне напротив этого хвостика и протянем это сквозь столбики все теперь что мы делаем пришиваем к серединке бусинку снимаем с хвостиков плюш и начинаем фиксировать на шляпе сейчас расскажу по какому принципу я фиксирую цветочки и листья на шляпе и потом все это полностью я сделаю за кадром а вы самостоятельно и так прикладываем цветочек шляпе протягиваем хвостики на внутреннюю сторону шляпы на расстоянии друг от друга два столбика завязываем это все хорошенько на узелочки и далее эти хвостики протягиваем на наружную сторону шляпы завязывать я не буду потому что я еще не уверена так ли я хочу расположить этот цветочек или нет протягиваем на наружную сторону и прямо здесь вот по цветочкам завязываем еще раз на узелочки лишнее отрезаем и можно оставить так или же если у вас есть горячий клей то можно капнуть сюда горячий клей как я это делала на предыдущей шляпе и еще так вот сверху фиксировала эти узелочки и их вообще уже тогда не видно вот как это все выглядит вот с внутренней стороны ни одного хвостика не видно и здесь тоже никаких хвостиков не видно хвостики от листьев прятала я тоже именно под цветочками потому что под листочком не совсем спрячешь и его не хотелось мне фиксировать горячим клеем чтобы они такие вот были податливые вот и располагаем и я старалась делать так чтобы края цветочков не сильно влазили за края шляпы правда вот этот у меня один единственный цветочек получился так не заметила что он больше вылез вот но это не портит ну вот мои дорогие волшебницы и волшебники крючка наш с вами букетик сюрпризом полностью готов вот такая вот яркая красавица у нас с вами связалась я очень надеюсь что у вас тоже все получилось буду с нетерпением ждать фото ваших работ которые вы можете мне присылать сюда на электронную почту или же ставить вот этот вот хэштег в инстаграме или же делиться фото вашими работами у меня в телеграм канале в чате этого канала всем спасибо большое за вязание вместе со мной кто не подписан на мой канал предлагаю подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропустить еще много интересных видео мастер-классов всем пока пока